Добрый день! Сейчас мы вам расскажем и покажем, как собрать резак RF3 URAL после того, как вы его получили и распаковали, какой нужен инструмент и какая последовательность сборки. Во-первых, комплектация. В комплекте должны быть дышло, подъемный укладчик, съемные резаки, кронштейн подъемного укладчика с рессорой, транспортировочные колеса и рычаг для фиксации подъемного укладчика. Также вам понадобится два ключа на 10, два ключа на 13, и крестовая отвертка. Обращаем ваше внимание, что в местах трения детали покрыты консистентной смазкой, поэтому будет лучше надеть перчатки. Сборка дышла. Первым делом необходимо соединить механизм регулировки глубины опускания барон с дышлом. Чтобы собрать его правильно, обратите внимание на выборки, которые есть как на механизме, так и на ответной части на дышле. Важно соединить механизм и ответную часть, чтобы выборки совпали, тогда все отверстия автоматически совпадут, а так как все болты находятся на своих местах, вам не придется думать, куда их закручивать, и вы легко соберете этот сложный узел. Здесь используются самоконтрящие гайки, поэтому для сборки вам понадобится два ключа на 10. Для более быстрой сборки можно использовать шуруповерт и специальные головки для закручивания гаек. Если вам не удается совместить механизм с ответной частью на дышле, то выкрутите против часовой стрелки механизм до конца, и он легко совпадет. Этот узел мы сделали разборным по двум причинам. Во-первых, чтобы сделать его ремонтопригодным, а во-вторых, чтобы уменьшить выпирающие части, что очень важно при транспортировке. Установка дышла на корпус. Сразу обращаем внимание, что все болты на своих местах и закручены так, как вам нужно их устанавливать. Понадобится два ключа на 13. Передний болт длинный, две увеличенные шайбы, гровер и гайка. Сзади короткий болт, две шайбы, гровер и гайка. Обратите внимание, что впереди два отверстия на разной высоте. То, которое выше, предназначено для импортных снегоходов и квадроциклов с высотой фаркопа около 500 мм. То, что ниже, предназначено для снегоходов типа мурана и подобных, у которых высота фаркопа порядка 250 мм. Короткий задний болт мы вставляем с внутренней стороны так, чтобы гайка и гровер оказались снаружи. Это удобно для контроля затяжения. Длинный передний болт мы вставляем с внешней стороны. Важно отметить, что те болты, которыми мы закрепили дышло на корпусе, нужно хорошо протянуть. Но гайку на заднем болте, на котором крепится барана второго ряда, затягивать не нужно. Она уже отрегулирована таким образом, что барана могла подскакивать, если наедет на препятствие. Установка кронштейна подъемного укладчика лыжни. Первым делом нужно отверткой выкрутить саморез, фиксирующий профильную трубу, чтобы освободить и вынуть ось. Затем устанавливаем кронштейн на ось, совмещаем отверстие профиля с отверстием на оси и скрепляем саморезом. Когда кронштейн установлен на ось и закреплен, нам нужно сфиксировать его на корпусе при помощи болта. Откручиваем болт, а затем ставим его на место, соединяя с осью поворота. Ставим болт, увеличенную шайбу, гровер и барашковую гайку. Кронштейн установлен, осталось установить рычаг подъема укладчика. Откручиваем барашковую гайку и устанавливаем рычаг срезом вниз. Установка укладчика лыжни. Направляющие полозья заводим внутрь корпуса так, чтобы они оказались под осью. Фиксируем укладчик на рессоре при помощи болта. Он оснащен двумя увеличенными шайбами, гровером и барашковой гайкой. Установка производится в средние отверстия. Соединяем укладчик цепочками при помощи карабинов с анкер-кольцами на корпусе. Установка резаков. Режущий элемент резака должен оказаться спереди. Устанавливаем резак снизу площадки, просунув винты в отверстие. На передний винт ставим гровер и барашковую гайку. На задний винт увеличенную шайбу и барашковую гайку. Таким же образом устанавливаем второй резак. Установка транспортировочных колес. Потребуется два ключа на 17. Колеса не универсальные. Есть левое колесо и правое. Установите колесо на корпус оборудования, закрепив его при помощи болта. Цепочка должна находиться снаружи колеса. В рабочем положении приподнятых колесах штырь фиксируется в отверстии на корпусе устройства. В транспортировочном положении штырь фиксирует колесо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова